В рамках года семьи 1 марта ребята и их родители из общественной организации «Дети-ангелы» стали специальными гостями праздничной программы, организованной Центральной городской библиотекой имени Герцена. Акция была приурочена ко дню кошек, а 2 марта там же прошел семейный выходной замурчательный день в Герценке. А во всем подробнее в нашем сюжете. В первый день весны дети рисовали на песочных столах, мастерили книжные закладки в виде кошек и осваивали необычную технику раскрашивания – колоринг. Главным подарком для гостей библиотеки стал спектакль от театра-студии имени Александра Александровича Чуйкова «Брысь» или «История кота Филофея» по пьесе Валерия Зимина. Доброе и трогательное представление в исполнении талантливых ребят никого не оставило равнодушным. Всегда нужны и ласка, и тепло всему живущему на свете. 2 марта в библиотеке прошел замурчательный день. Посетителей ждал яркий семейный праздник, посвященный котам и кошкам. В холле библиотеки посетители встречали участники спектакля «Кошкин дом» артисты детской театральной студии «Раёк». Здесь же проходила благотворительная акция помощи бездомным животным. Неравнодушные жители Твери приносили для подопечных приютов корм, лекарства, пелёнки, игрушки и когтеточки. На фото-выставке можно было познакомиться с котами и кошками, которые ищут дом. Очень хорошее впечатление. Здесь очень мастер-классы хорошие. Какие праздники, я считаю, нужно проводить, как бы животных, нужно быть такие сообщества и поддерживать. Мы очень рады, что библиотека Герцена поддерживает этот посыл добра, радости. Люди делали фотографии, дарили кошкам еду, хору, дарили одеяло. В детском зале на творческих мастер-классах ребята создавали сувенирные магниты, игрушки и поделки из солёного теста. Посетители музея книги в замурчательный день ждали не только увлекательные экскурсии и знакомства с редкими книгами библиотеки, но и яркие перевоплощения с аквагримом «Каждый хочет быть котом». Замурчательный день в Герценке получился по-настоящему семейным и добрым. «Мяу! С днём кошек! С днём кошек всем!»